Пожалуй, самое громкое происшествие, которое не оставило равнодушными тысячи жителей Алтайского края, загадочное исчезновение 10-летней Ксении Боковой. Последний раз Ксюшу видели вот на этой поляне. Ей оставалось пройти мост, подняться на гору, и она была бы дома. Дно реки перебрали практически по песчинкам, но ребенка до сих пор не нашли. Расследование продолжается. Два раза за год названия краевых реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков прогремели на всю страну. В конце апреля в Ксихинском районе замкнула электропроводка и произошел пожар. Погибли 9 человек. А в ноябре в Шилоболихе полицейские выявили благотворительный фонд, где перевоспитывали наркоманов. В арсенале так называемых педагогов были гири, поленья, а еще избиения и унизительные обязанности. Декана юридического факультета Алтайского госуниверситета поймали на крупные взятки. Деньги он просил за перевод студента с платной формой обучения на бюджетную. До сих пор уголовное дело рассматривает суд. Сын ныне действующего градоначальника Барнаула все еще скрывается от правосудия. Максима Савинцева обвинили в мошенничестве и растрате в составе организованной группы. Он и еще несколько человек, прикрываясь управляющей компанией доверия, присваивали себе деньги горожан, которые они платили за коммунальные услуги. Двое участников пошли на сотрудничество со следствием и им огласят приговор на особых условиях. Организатор объявлен в федеральный розыск. А в отношении еще троих помощников Максима Савинцева расследование завершено. Попал под статью Уголовного кодекса и крупный предприниматель, а также сын бывшего депутата Государственной Думы Алексей Рыжак. Сотрудник ГИБДД остановил его машину, пронесшуюся на красный свет, заподозрив, что водитель пьян. Инспектор получил удар ниже пояса и выслушал массу оскорблений. Рыжаку грозило до пяти лет лишения свободы, но судебное следствие прекратилось ввиду примирения сторон. Галина Юмашева, Наши новости.